всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание и сегодня будет видео формате эпизод где вам расскажу все свои вязальные новости которые случились за последние две недели да мы с вами не виделись уже две недели и честно говоря для меня они пролетели буквально как один день очень-очень так стремительно я сейчас учусь кто не знает да я учусь прямо целый день с 8 15 до половины четвертого вот и у меня но совсем нету времени сейчас на вязание учеба начала набираться обороты все становится интереснее интереснее и через месяц я уже иду даже на свою первую практику сейчас я в поисках места так ну ладно давайте будем говорить о вязание значит он я вам покажу в этом видео готовые работы я вам покажу процесс и покажу новую пряжу которую я купила и разумеется расскажу озвучу свои планы на эту самую новую пряжу так вот если вам интересно то оставайтесь со мной и так первое да что я закончила я сейчас не помню какие цвета я вам показывала какие не показывала ну короче это вот эти шапки мои любимые linked head называется и я уже все цвета связала какие я хотела да в общем их у меня получилось 11 что-то так кажется да что я вязала 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 должна быть вообще гора шапок но нет их всего одиннадцати двенадцатая это моя но это была пробная шапка вот а значит я их уже вот связала постирала отфотографировала и потихонечку я загружаю их в эти в магазина эти но загружаю их не все вот так вот кучей да а я почему-то для себя решила загружать по два листинга в день я не знаю правильно это неправильно ну вот я так решила чтобы как бы каждый день в моем магазине были какие-то обновления было какое-то движение в общем ну я экспериментирую я пробую разумеется я расскажу вам о результатах когда когда они будут попозже да так вот а значит давайте я вам покажу значит все эти 11 цветов шапок а вы если вам не трудно напишите в комментариях какой цвет вам понравился больше всего а вы если вам понравился вот так вот и вот так вот это вот и вот так вот и 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 вот Итак, это вот 11 шапок. Я их фотографировала сама около дома, благо там погода позволяла, да, я их фотографировала. Вот вы увидели фотографии, это я была в худи с капюшоном и в тренче, и еще у меня есть серия фотографий, я, наверное, не вставила в это видео, но не суть. В общем, серия фотографий, где эти шапки были также на мне вместе вот с этими кардиганами, которые также будут в магазине на Etsy. Так, в общем, шапки готовы, и я описание на эту шапку оставлю в инфобоксе, ссылку. Это описание платное, оно на английском языке. Но, если вы вязальщица опытная, то вы очень легко вот это вот свяжете без какого-либо описания. А, значит, да, ссылка, если что, будет в инфобоксе. Я вязала из пряжи Drops Charisma, это 100% шерсть, 50 грамм, 100 метров. И все эти шапки по 100 грамм весят. Вот, вязала резинку, вот этот вот отворот на спицах номер 3,5. И вот, когда надо было приступать к перехлестам, я переходила на спицы 4,5. Никакие петли не добавляла, просто меняла номер спиц. Как в описании, я не знаю. Вот, я вам рассказываю, как вязала я. Итак, дальше из того, что вы видели в прошлом моем видео, да, которое две недели назад было, я начала вязать кардиган под названием Профессура. Это кардиган с V-образным вырезом, с узором клетка. Схему на этот узор я вставляла в своем прошлом видео. Солнышко выглянуло в своем прошлом видео. Но давайте я вставлю сейчас тоже эту схему. Узор очень простой. Его можно спокойно вязать. Ну, то есть, нетрудно его, вот, там схема обратно поворотными рядами, да, но его очень легко понять, как вязать этот узор по кругу также, да. В общем, вот, что у меня есть на сегодняшний день. То есть, связано, да, тело, связан один рукав, связана даже планка, но ее я буду перевязывать. И вот, значит, рукав. И я понимаю, вот, начав этот рукав, да, я же уже в курсе, сколько у меня ушло пряжи на противоположный рукав, да, и я уже понимаю, что мне не хватит пряжи. Это было неделю назад, на прошлой неделе. Вот. Это пряжа Drops Charisma. И это цвет серебряная роза 71. А кто часто вяжет из пряжи Drops, те знают, что у них цвета, если различаются цвета партии, то цвета могут быть очень сильно разными, ну, то есть, очень отличаться. Эту пряжу я покупала оффлайн, в оффлайн-магазине. Он находится 60 километров от моего дома. То есть, в принципе, мне не хватает полмотка, да, грубо говоря, и мне бы пришлось ехать 120 километров, ну, туда-обратно, да, чтобы именно найти моток этой партии. Но я человек рисковый, и времени у меня нету. Я решила все-таки рискнуть и заказать по интернету. То есть, ну, там очень огромный магазин, Керкайнен для финнов, или для гостей, да, в Финляндии. И я, значит, заказала, и мне приходит письмо. Я заказала в пятницу, в понедельник, мне приходит письмо, что, ну, я, естественно же, я не буду заказывать один моток, но я заказала еще там кое-какие, да, позиции. И, значит, мне приходит письмо из магазина, что, мол, мы вам все отправили, да, кроме вот этого одного мотка, его у нас в магазине нету, и он вам придет из какого-то там другого магазина, из другого конца Финляндии. Ну, каковы шансы, что это будет тот же самый лот, подумала я. Думала, ну, понимаете, да. И каково же было мое удивление, когда пришедший ко мне из вообще далекой северной Финляндии моток оказался того же самого лота. Это просто какое-то супер везение. Да, я везучий человек. Так вот, почему я еще не довязала? Потому что пока мне шел вот этот вот моток, я начала вязать другой процесс. Я его покажу чуть дальше. И мне очень хотелось закончить тот начатый процесс, да, поэтому... Но сейчас вот я на выходных планирую закончить этот кардиган. То есть я довяжу левый рукав, и я потом распущу планку и довяжу еще примерно два ряда. Три, может быть. Ну, то есть мне хочется слегка, чтобы планка была длиннее. Шире, да? Шире. На этапе, когда было готово тело, то есть две полочки и спинка, я это все мочила. Вот. Но мне нужно было понять длину, потому что этот узор, он до ВТО стягивает полотно. Вот эта клетка, потому что там сняты петли, да. Вот. И мне нужно было адекватно оценивать длину. И также, ну, это для того нужно, чтобы адекватно оценивать длину рукава. Какую длину рукава вязать. Так. Здесь у меня плечи тремя спицами. То есть здесь у меня вообще нету ни одного шва. Абсолютно. То есть шов тремя спицами, да. Вот. Планку я набирала по краю. То есть я не делала обработку в карман. Вот. Ну, в общем, не знаю. Мне очень нравится, как это все получается. У меня есть такой же кардиган для меня, где почему-то по какому-то стечению обстоятельств на этом месте, где должны быть пуговицы, целых шесть пуговиц. Здесь я решила обойтись тремя. Так. Вот. Так что буду на выходных его довязывать. И уже в следующем видео вы увидите готовый кардиган, я надеюсь. Так. Дальше. Поехали дальше. И пока мне шел этот моток, я думала, что же мне такое связать. Что же мне такое связать. Я планировала, чтобы у меня в магазине, помимо кардиганов, на сегодняшний день у меня две модели кардиганов, предполагается. То есть один уже отвязан, вот этот, отвязан, отфотографирован платочной вязкой. И в планах было вот кардиган. То есть вот этот платочный вязкой, он, согласитесь, он такой больше, как верхняя одежда. То есть вот вместо тренча осенью накинуть на себя. И мне нужен был еще один кардиган, который можно было бы как бы одевать под верхнюю одежду. Это вот этот вот профессура. И также я планировала, чтобы в магазине были обязательно еще модель жилета. Я вам показывала, ну, кто смотрел, кто мой постоянный зритель, те, наверное, видели, что я приобрела описание от Айрен Лин. Там такой хороший кардиган с косами, с саранами. В общем, мне понравилась очень его форма. Мне понравилось то, что он V-образный вырез имеет, и то, что он оверсайз. Вот, ну, просто именно такой вот кардиган я вижу. Ой, кардиган, жилет. Прочитав описание, я немножко разочаровалась. Он вяжется тоже японским плечом, японское плечо, и от этого там очень много заморочек, потому что японское плечо, косы, араны, короче, ну, так. Вот. И я решила, почему бы мне самой не связать жилет. И раз уж пошла такая пьянка по поводу квадратов, то почему бы мне не связать жилет профессура. То есть у меня будет профессура кардиган и профессура жилет. Вот. Очень мне нравится это, что получилось. Я бы с удовольствием его хотела оставить себе. И, скорее всего, я закажу 4 мотка этой пряжи и свяжу такой же точно жилет себе, потому что все записи точные у меня остались. Так, ну, давайте сначала посмотрим, как он сидит на мне. Субтитры сделал DimaTorzok и так, это пряжа Drops Air. Да. Я никогда не была любителем этой пряжи, потому что мне казалось, что пряжа, ну, совершенно не предназначена для вязания. Она просто куда-то весь расползается, сваливается там, что-то там еще. И я не могла понять, как все из нее вяжут. Я просто не могла понять. Но тут я по какой-то неведомой причине в нее просто влюбилась и очень подружилась именно в этом изделии. Поэтому, если вы попросите у меня сделать мастер-класс, я, разумеется, могу это сделать, но это будет мастер-класс конкретно под эту пряжу, потому что тут все рассчитано под ее растяжение, потому что эта пряжа оттягивается вниз очень сильно. Тут также в этой пряже есть моменты с резинкой. Там нужно очень, короче, постараться, чтобы резинка выглядела презентабельно и не растянута. Конкретно вот этот жилет постиран уже два раза. Я на всякий случай, потому что если я хочу эту вещь продавать, мне надо понимать, что после второй или третьей стирки она никуда, ее не понесет никуда. В общем, просто если вы, например, будете вязать по тем же моим цифрам, но из другой пряжи, то вы получите изделие широкое и короткое. А тут вот все как надо. Это весит меньше 200 грамм, то есть меньше 4 мотков пряжи. У меня ушло цвет 03. Это мой самый-самый любимый серый цвет. Вот именно такой серый я обожаю. Вот. Значит, как это вязалось? Это вязалось все снизу вверх. Две детали, спинка перед. Здесь я формировала довольно-таки глубокий V-образный вырез, потому что по опыту я знаю, то когда V-образный вырез начинаешь обрабатывать резинкой, он, ну, так, очень подстягивается хорошо, да, но вырез я хотела глубокий. Также я хотела достаточно глубокие проймы. Вот. Все это дело обработано резинкой с итальянским набором, с итальянским закрытием, хотя это было рискованно конкретно на этой пряже. Значит, я набирала на спицы, это очень хорошо выглядит, просто загляденье, никуда не расползлось. Я стирала руками, разумеется, без кондиционера, да, потому что, как мы знаем, кондиционер может эту пряжу придать ей сваленный эффект. Значит, так, я набирала на 3,5 итальянским набором, провязывала 4 ряда полой резинки, затем переходила на четверку, вязала резинку, и вот этот узор квадрата я вязала на пятерке вообще, да. Как я обрабатывала горловину? Как обычно, вот, то есть, вокруг центральной петли я делала убавки, да, ну, как мы обычно, да, V-образную горловину обрабатываем. Обрабатываем, и здесь я 3 раза меняла номер спиц, на всякий случай, серьезно. Чисто на всякий случай, то есть, я набрала на четверку, потом на 3,5, потом на тройку, и уже опять 2 ряда полой вязки, полой резинки, и затем игла, да. Тут я не меняла номер спиц, потому что тут резинки всего 5 рядов. То есть, я набрала на четверку, затем перешла на 3,5, 2 ряда полой резинки и игла. Все. В общем, получилось очень классно, но получилось со швами. То есть, на плечиках у меня скос и плеча есть. Я всего сделала, ну, так как пятерка, да, спицы. Я за 3 подхода закрыла, в общем, скос плеча, не закрывала, ну, укороченными рядами, да. Вот. И сшила, опять-таки, тремя спицами, но боковые швы все-таки пришлось сделать. Здесь у меня небольшой разрез. И боковые швы у меня заняли много времени и нервов, потому что, ну, приходилось вот смотреть, чтобы эти ряды с изнаночными полосками совпадали друг с другом, да. В общем, я, наверное, буду в следующий раз вязать все-таки без шва, а по кругу. Ну, то есть, свяжу переднюю резинку, заднюю резинку, чтобы остался все-таки. Мне нравится этот маленький-маленький разрезик, да. И потом объединю все это дело на круговые спицы. Итак, все-таки пришлось включить свет, обычный комнатный свет, так что, наверное, я буду какой-нибудь желтый. Но не суть, да. Что уже сделать? Сейчас будет темнеть, с каждым днем все больше и больше, а снимать я могу только после школы. Так вот, да, очень мне нравится эта модель. Она оверсайз, то есть один размер, да, будет и 200 грамм, да. В общем, очень я довольна. У Drops Air, как вы знаете, очень неплохая палитра. Но жилеты, вот лично я, да, думаю, что жилеты должны быть базовых оттенков. То есть, вот, например, серый, бежевый, там, темно-серый, коричневый. Вот такие, да, чтобы вот нижний слой под жилет можно было одеть уже любого цвета, да. Вот, в общем, классно. Мне очень-очень нравится. И этот узор в этом жилете просто потрясающий, как нельзя, ну, очень хорошо сюда вписался, да. На спинке тоже есть углубление горловины, но оно небольшое. Вот, так. Очень довольна. Значит, это готовая работа. Так, все. Ну, а, нет, не все. Теперь дальше шап. Итак, у меня в магазине, значит, вот эти linked head будут, да. Сейчас я с ними все, я закончила. И я вам говорила, что я обязательно хочу какую-то модель шапки, которая будет с помпоном. Я связала один пробник, который с елочками из Drops не пал, да, но там как-то я переборщила с... Слишком, короче, вытянутая макушка была. Поэтому туда как-то не подошел помпон. Но меня не оставляла эта мысль. И вот, что получилось. Это профессорская шапка, да. Короче, у меня будет целая коллекция с этим узором, с узором клеточки. Итак, вот как эта шапочка сидит. Итак, эта шапка будет моя, потому что она из распущенной пряжи, это раз. И, во-вторых, она с очень кривым и дохлым помпоном. Значит, я... Я не знаю, я, наверное, три раза в жизни делала помпоны. Вот на этих вот штуках. То есть, мы все прекрасно знаем, да, как это делается. И мне почему-то казалось, что это вообще элементарно. Но не тут-то было. Я целый моток не пала. Выкинула. Ну, то есть, пустила на помпоны. Сначала я взяла... Это средний номер, да, в наборе. Сначала я взяла самый гигантский номер. Такой большой, желтый. В общем, у меня получился помпон, но настолько тяжелый. Я не знаю. У меня бы там голова отвисала под этой тяжестью. Значит, потом я взяла вот этот. С первого раза у меня что-то не получилось. В общем. И в конечном итоге у меня уже просто не осталось этого цвета пряжи. Поэтому вот такой вот дохлый помпончик. Я его пыталась как-то подстричь. И еще хуже получилось. Потому что он теперь еще и кривой. В общем, надо тренироваться на какой-то пряже, которую не жалко. И набить руку. Значит, эта шапочка уже постирана. Так. Постирана здесь, значит, дропс не пал. Спицы на резинке 3,5. На узоре 4,5. Закрыто вот это пятью клиниями. Тут не видно. Ну, даже видно чуть-чуть. Пятью клиниями. В общем, классно. Мне очень нравится. Да. И будет у меня вот такая веселая шапка. Вот. Ну и все. И, значит, меня понесло. Я заказала вот вместе с пряжей вот этой. Серебряный, розовый. Да. Я заказала еще дропс не пал на 4 такие шапочки. Пока что 4. Ну, посмотрим. У меня просто еще одна мысль одного аксессуара. В общем, посмотрим. Эта шапочка еще не стирана. То есть, вот так она выглядит. И она уже немножко по-другому. Ну, слегка. То есть, здесь уже больше петельной резинки. И здесь я закрывала четырьмя клиниями. Видите? Ну, она будет, когда постирано, она будет более симпатичная. Значит, здесь я уже... Ну, его надо подстричь. Но этот помпон, честно говоря, уже более-менее презентабельный. Ну, то есть, вот его надо подстричь. Отпарить чуть-чуть. Вот. И, значит, будет вот. По-моему, очень даже. Классно. Как вам? Значит, на шапку уходит меньше двух мотков. То есть, еще осталось чуть-чуть там. Ну, буквально грамм 10. Вот. Ну, это, конечно же, зависит от того, какой длины вы будете делать. Так как у меня с помпоном, мне слишком длинная шапка не нужна. Мне, наоборот, надо, чтобы она вот немножечко как бы присобрана была на макушке, да. Вот. В общем, классная шапка. Ну, вот один моток уходит на... Ой, один. Два мотка уходят, ну, можно сказать, да, на шапку. Но еще нужно, кстати, очень много пряжи, чтобы сделать вот такой средний помпон. Так вот. Вот это у меня. Это пойдет в стирочку. Так. И... И вот я уже... Вот это вот каплюшечко, это что я успела сделать за целый учебный день. Ну, то есть, вообще не получается на учебе вязать. Это только если на обеде останется там капелька времени, пока кофе допиваю, я вот могу чуть-чуть повязать. Очень красивый цвет этот. Не знаю, осень, да, Оль, какие-то розовые шапки. Так, вот этот цвет 3720. Очень хороший он. Так, кстати, кто не знает, это Drops Nepal. Это пряжа, она толще, чем Drops Charisma, да. То есть, здесь 50 грамм, 75 метров, 65 шерсть, 35 шерсть альпаки. Вот, буду вязать. Посмотрите, у меня так Саша, моя подружка Саша, которая дарит мне маркеры частенько. Вот ее маркер очень сюда подошел. Украсил прямо с камешком он. Классный. Так, вот теперь солнце, прекрасно. Вот так и живем, видите, погода какая. Так, ну и раз уж, значит, зашел разговор, да, о новой пряже, в общем, еще будет шапочка вот такого цвета. Ну, то есть, это такие яркие цвета, да, но все равно мало ли. Мало ли у кого-то черная зимняя куртка и вот какая-то яркая шапка будет очень прикольно. Значит, это цвет 8911. Ну и классический серый, светло-серый, это цвет 0501. То есть, у меня будет в магазине 4 такие вот шапки с помпоном. Пока что 4, не знаю, может быть, ну, может быть, захочется. У меня как-то сейчас вот на мелкие аксессуары, наверное, первый раз в жизни у меня очень такое сильное вдохновение. Мне хочется вязать именно мелкие вещи. Итак, еще я заказала пряжу на большой кардиган. Так, вот эту. Alize Lana Gold Plus зеленого цвета. Это цвет 29. И вот этот кардиган свой я хочу связать еще один такой кардиган, но уже не платочной вязкой, а лицевой гладью. Да, то есть, способ будет точно такой же, щелевидная горловина, которую мы как-то так с моей легкой руки так обозвали щелевидной горловиной. Вот, в общем, способ вязания будет точно такой же, но кардиган будет лицевой гладью. Да, хочу связать, хочу посмотреть. Просто, ну, как сказать, да, этот кардиган уютный, прекрасно все, да, но он придает объема все-таки, да. Ну, как-то... Нет, если девочка худенькая, да, стройненькая, и она укутается вот в такой большой кардиган, да, она будет выглядеть еще стройнее. Но если девочка кругленькая, да, и она оденет вот такой кардиганчик, она рискует быть такой тыковкой. Вот. Ну, я просто посмотрела. Я же делала фотографии, да, с этим кардиганом. И я так посмотрела свои фотографии. Ну, так, знаете, на любителя. Вот. И поэтому, да, я хочу перевязать эту модель в лицевой глади и посмотреть, возможно, ну, это как-то... Ну, это должно, по идее, да, вытянуть образ, потому что цельно-вязанная планка, резинка 1х1, то есть это такие горизонтальные полосы, да. В общем, ну, в общем, посмотрим, да, что я буду держать вас в курсе. Я это не начну прямо сейчас, потому что у меня, блин, столько планов, что времени нету, да, и хочется все и сразу. В общем, какие у меня планы? У меня планы закончить вот этот розовый кардиган обязательно. Там уже вообще нечего вязать, да. Для этого можно на выходных, конечно, закончить, если постараться. И связать вот эти 4 шапки с помпонами. Дальше у меня в планах еще 2 аксессуара. Ну, 2, 1 аксессуар, но 2 цветов, вот. Ну, так, на пробу. Вот. И из плечевых вещей у меня свитер с горлом. Да, я хочу еще, чтобы был в магазине кардиган, был жилет и был свитер. Вот. Поэтому надо где-то найти время, либо не спать, поменьше спать. Но осенью хочется спать. Так, вот и все, мои друзья. Да, больше нечего вам рассказать. На следующей неделе я хочу поснимать влог, вязальный влог, потому что у меня накопились такие вот какие-то мелкие детали, которые я хотела бы вам показать. Ну, там, например, я купила еще новые пуговки кокосовые, очень классные, кокосовые с глазурью. Также мне моя свякровь приезжала в гости и привезла некоторые вязаные вещи, которые вязала ее мама, которые уже давно нету с нами. Я, к сожалению, с ней даже не познакомилась. Вот. И там я нашла вот в этих вот вещах такой интересный узор. Тоже хотела с вами посоветоваться, узнать, может быть, у кого-то есть схема. Ну, если вы знаете, по мелочам это лучше вот во влогах показывать, да, на столе, например. Вот. Такие дела. Так, да, ну, а на сегодня это все. Пишите, пожалуйста, все, что вы об этом думаете. О моих этих, значит, ссылки, о которых я говорила, вы найдете в инфобоксе. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующую субботу. И всем прекрасных выходных. До скорых новых встреч. Всем пока-пока.